всем привет с вами елена таран сегодня у нас мега горячий крутой эфир просто стоп лидером компании essence привет привет кто присоединяется пожалуйста дайте обратную связь как слышно и как видно меня привет привет ох я прям в предвкушении сегодняшняя встреча сегодняшнего эфира плюсик и значит слышно видно хорошо отлично сейчас дождемся нашего лидера привет привет кто присоединяется минуточку сейчас подождем чтобы все собрались так привет привет спасибо наташа готовьте сегодня свои вопросы потому что у нас сегодня в эфире будет алена куприянова этот топ лидер компании essence и мама в декрете просто у вас есть потрясающая возможность задать вопросы так аленочку вижу алена привет 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 меня хорошо слышно я тебя слышу вижу хорошо напишите пожалуйста в чате все ли хорошо у нас я так тебя рада видеть долгожданный долгожданный эфир все никак все переносили переносили очень рада тебя видеть я извиняюсь что я в машине но как всегда круговорот но я думаю в принципе не место от места наша информация не будет сильно зависеть поэтому ничего страшного в этом нету да я согласна с тобой плюсики идут значит слышно хорошо давай представлю это алена куприянова это топ лидер компании essence это мама троих детей и которая зарабатывать начала именно в декрете да верно такие суммы да до декрета конечно тоже зарабатывала на таких конечно я не зарабатывала а ты кстати говоришь открыто о своих суммах как ну какой у тебя чек был максимальный ну а почему что в этом такого страшного ну некоторые умалчивают но ты можешь озвучить чтобы все уже прям понимали как максимальный 400 с хвостиком обалдеть в месяц получается 400 с хвостиком это просто супер мне кажется это прям мечта каждой мамочки столько зарабатывать не только мамочки ну да точно это стопроцентно лен у вас как принято вы ждете народ или все таки начинаете ну уже поприсоединялись то есть я пока в принципе сейчас уже присоединился я думаю что еще будут добавляться но у нас очень еще много смотрят в записи сейчас сейчас потихоньку да еще подключаются я думаю уже четыре минуты я думаю не будем заставлять ждать других да начнем а там уже будут смотреть еще в записи то есть все чтобы было максимально понимаешь пользу вот это его чтобы не было лишнего грубо говоря ухода времени я понимаю что ты говоришь и так в принципе тема нашего сегодняшнего эфира чуть чуть мы я расскажу свою историю ну а также поделюсь именно почему а именно декрет в моем понимании да и в принципе наверное в любом понимании я по этой дорожке прошла почему именно декрет является лучшим временем для начала для старта да в принципе любого бизнеса также деятельности весом почему именно декрет а что хочу рассказать первый момент то что в принципе ни для кого не секрет что в сетевой бизнес и вы должны понимать почему в сетевой бизнес очень многие идут в декрете да то есть и я не исключение я тоже пришла в декрете почему пришла в декрете мысль меня о дополнительном заработке мучила долго потому что как сказать я узнала сравнение что такое сравнение когда я работала я работала я получала у меня зарплата в принципе по тем временам была хорошая это там доходило до 50 тысяч и но когда я пошла в декрет в третий раз с федором я забрала естественно детей из продленки я забрала ну начала с ними заниматься то есть больше времени хочешь ты того или не хочешь но времени ты уделяешь детям больше когда ты дома это факт старалась себя там как-то переломить работа забирают класс если тем более работа от отдачи если она высокооплачиваемая или там среднеоплачиваемая то по-любому она забирает свое время я увидела разницу я увидела разницу что такое дети когда мама работает и что такое дети когда мама дома и я поняла что еще момент такой был то что у нас ресторан закрылся и потом сказали он откроется через год ну как открывается через год так что ты либо выходи либо там сиди до конца декрета и потом выходи куда хочешь история как бы история праздная и всем всем до боли знакомая и в чем прикол в чем фишка в том что я себе поставила год когда я зашла в компанию зашла я через на нее ну катю потрембачева своего спонсора я увидела через рекламу то есть блоги рекламировал и я такая думаю блин а тем более у меня были духи мне духи дарили до этого я не особо не обратила внимание на это все честно говорю ну флакон и флакон закончились мои духи начала и когда вот я поняла что я хочу работать с этим продуктом я вообще как бы второй флакон собиралась купить уже потому что мой уже заканчивался все трясла свою подружку где она его взяла а потом вот наткнулась и поняла что здесь еще можно и зарабатывать и в чем прикол потому что я сама я знаете как вот когда когда говорят вот духи там какие-то возражения у меня самого начала была такая дикая уверенность потому что мне есть чем сравнить я с моим мнению и доверяю то есть я не пользовалась ширпотребом каким-то да я не пользовалась духами я ничего не говорю против там людей всех в разные возможности но я всегда говорила что я не пришла зарабатывать сюда на хлеб изначально у меня уровень жизни был нормальный и я не буду заниматься тем что чем бы я сама не пользовалась во что бы я сама не поверила и я такая смотрю мне что понравилось то что я прям помню я покупала себе духи в дьюти-фри муж мне дарил привозили их из греции это был 106 аромат и я прям помню что гладишь вещи они пахнут вот если брасками от душа пользуешься они пахнут потом я купила ли туалет естественно они ничего не пахло вот я я говорю честно потом я стою глажу вот 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 я пробиваю смысл что вещи пахнут я думаю посмотрела да то есть я зашла уже изначально с веры продукт грубо говоря что как говорят самый хороший продавец это сначала покупатель а точно так вот и получается я поставила себе цель я сейчас вот расскажу историю а потом расскажу плюсы и которые я вы не своего декрета я себе поставила цель федору был год когда мне сказали что через год открывается ресторан и тебе надо выходить и я себе поставила цель за заработать на постели нас ну то есть свою зарплату 50 тысяч рублей у меня была четкая цель у меня был четкий пример что деньги есть потому что тогда еще волгоград ну только-только мы начинали доставки не было мы со своим спонсором с катюхой встречались на вокзале встречали эти посылки я прям помню вот этот вот кружочек наш знаешь и я прям помню а у нее уже 17 процентов было я прям помню у нее ширина вообще у у нее ширина шикарная просто и я вот знаешь вот в этом вот разноцветная я увидела свое милиписическое деление 100 баллов и я поняла что я что это реально что я вот она то есть я вижу ну соотнесла свой кабинет с ее и понимаю что у меня может быть так же и у меня вот это ой да блин что такое начинается так сейчас минуту а вот все давайте так и я поняла что почему почему не я девочки которая студентка катюха вот только закончила универ почему у девчонки на тот момент получилось у меня не получится и все я начала работать как работать в тот момент дефицит вообще был опять же почему и обратите внимание все лидеры совершенно разные вот да совершенно разные вообще кардинально методы работы вообще люди разные есть и интроверты есть и закрытые люди есть кто развивается через интернет магазин есть кто через личный бренд почему да потому что информации было ноль вообще ноль это был собирательный каждый старался как мог это был собирательный образ и каждый вот двигался как считает то есть примерял на себя я считаю что это правильно когда человек смотрит за всеми но выбирает по кусочку от каждого и формирует и лепит сам себя свою индивидуальность не надо лепить изначально велосипед придумывать велосипед да то есть но надо вытаскивать то что вам зашло от каждого и тогда вы и у вас и дело пойдет быстрее и вы избежите какой-то массы ошибок и у вас получится целостный классный образ индивидуальный образ как никого не надо той же дорожкой как прошел один человек вы уже не пройдете лучше уже будете вторым понимаете не ну можно конечно там скопировать какие-то методы работы все остальное но хочется же быть вкус победы вкус победы он очень именно сладкий когда ты понимаешь что ты никому ничем не обязан это очень приятно и очень ну знаете как это это состояние внутри его никак не добьешься кроме вот такими внутренними победами никуда ты от него не денешься и потом даже если вы будете это пригодится вам жизни это состояние такое ощущение вот у меня ощущение для любого лидера вот серьезно который добився добился успеха ощущение всемогущности нету понимание я хочу чтобы вы себя почувствовали всемогущными я понимаю что это это наработки это труд но человек может все вообще все самое главное то есть знаете как хочу мысль какой донести возможно это как-то позвучит странно я любую цель рассматриваю с момента а готова ли я настолько потрудиться чтобы ее достичь то есть надо ли мне такие трудозатраты прикладывать нужна ли она мне потому что можно и с джонни деппом не знаю провести романтический ужин и там с вином дивелем сфотографироваться только надо приложить усилия готов ли ты столько усилий приложить чтобы это осуществить так и тут любую цель нету невозможных целей есть определенные тезис определенных действий на которые ты должен быть согласен которые ты должен делать вот и все а невозможного ничего нету для каждого человека в причем точно вот так что в принципе подведем черту через год моей работы в эссенс чек у меня уже был не 50 50 у меня чек был уже на пятый месяц моей работы и через год я уже с легкостью пошла ну и даже не через год я потом мне пошла бухгалтерия на встречу я просто там провисела на счету его я потом с легкостью подписала и мне так интересно было мне приглашали на работу мы встречились ну то есть это общепит это тоже определенный сетевой там всех друг друга знают не горит алина там мне нужен опытный менеджер там туда-сюда и грима чё зарплата он говорит ой зарплата хорошая ты по-любому не откажешься я говорю ну давай ну это тоже очень приятно знаете как то есть ты под куполом стабильности и потрудился твой труд никуда не денется тебе не к тебя никто не уволит и никому ничем не обязаны у тебя стабильность и жесткая стабильность там плюс-минус но ты никогда не останешься без работы это команда никуда не исчезнет за один день естественно за один день не исчезнет за месяца 4-5 если вы будете забивать на своих людей да и то это все конечно команда это не статика это живой организм поддерживать это тоже надо понимать так но мы немножко отошли от другой в другую тему в другую тему ушли про методы уже два вопроса какими методами ты начинала работать вообще методы в инстаграм я изначально понимала что у меня круг общения небольшой то есть друзей у меня на самом деле мало людей которых я подпускаю близко я говорю как есть их на самом деле очень мало тех людей которых я могу назвать друзьями общаюсь я со многими а друзей мало и я такая что я понимала что я живу в частном доме который мы недавно переехали я понимала что и выйти там с коляской куда-то там что-то предложить мне нету возможности у меня два школьника у меня маленький сын на руках я понимала что у меня остался только ну соцсети вот я сделала ставку на инстаграм не знаю почему но вовремя ну наверное не знаю какое-то чутье я сделала ставку на инстаграм у меня была страничка на чисто полазить без аватарки без каких-либо фотографий вообще ничего там не было и я прям поставила аватарку придумала какую-то шапку у меня даже где-то скрины хранятся своих вот этих вот изменений и я начала делать опять же смотрела как люди начинают развиваться и начала делать то что делают другие что я чтобы набить подписчиков чтобы там я думала что как человек начинает развиваться так же и думать что к нему придут так же как он сам пришел это в принципе у нас внутри кто-то пришел со спама тот начинает упорно спамить это тоже работает а я например я пришла с рекламы я понимаю что мне нужна реклама чтобы рекламу взять мне нужно как минимум 500 подписчиков накручивать я не хотела я начала просто по шоу-румам выбирать людей и подписываться вручную если они подписывались в ответ я им говорила что спасибо огромное за внимание в моей странице я только начинаю там бла-бла-бла буду рада помочь с выбором парфюма и все остальное про работу я вообще ничего не говорила и такой прикол девчата то что прошло буквально вот были три-четыре сообщения с заказами вот тех инстажа хранит первые сообщения и вот три-четыре человека были заказы которые вот я еще тогда отправила года через два были заказы я смотрю на свое сообщение ты знаешь как назад в прошлое шаг вот а потом получается я набила этих подписчиков меня заняло мне это все где-то месяц а сколько в день ты тратила времени вот это если вручную это делала сколько у тебя в день уходило времени лин ты знаешь если честно вот момент такой я не статик считать время и считать я не считаю процесс я всегда я помню результат я не буду считать сколько я сил потратил нам на достижение определенной цели я скажу когда я ее достигла и я тебе не могу сказать сколько я потратила времени могу помню вот ощущение что у меня голова взрывалась просто но постоянно постоянно да да это была жесткая такая вот работа и получается 500 подписчиков живых активных которые следили и кстати в первый месяц когда я начала у меня уже были два заказа с инстаграма классно но я вела страницу stories я не записывала я начала записывать stories компания пришла в августе сентябре октябрь наибра декабрь 1 1 января я начала записывать stories передала что на года до надо я где-то прочитала что это работает это надо и я начала записывать story с того момента всегда вот и потом я начала делать рекламу рекламу я делала очень часто самое главное чтобы отследить приток и делала у разных блогеров с разной аудитории с разным количеством никогда не брала больше двадцати тысяч то есть я считал что у меня страничка маленькая то есть вы должны понимать когда вы пишете блогеру стотысячному вы должны понимать что у вас страница должна быть хотя бы пять-десять тысяч очень активная человек десятью тысячами никогда не возьмет страницу которая не оформлена не подготовлено с 300 подписчиками как бы по рыбаку и рыбка вы тоже должны понимать у них тоже есть свои какие-то определенные ну соотношения то есть я начала с маленьких и и в принципе я делала рекламу каждыми каждую неделю каждую неделю чтобы разграничить приток людей кто откуда пришел но это вообще конечно не удается потому что очень многие люди подписываются смотрят потом созревают какая именно была реклама я всегда рекламирую продукт продукт именно духи наверно да парфюм да 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 я всегда рекламирую продукт потому что ни один блогер ни один блогер нормальность нормальная действующая аудитория это мое жесткое вот тобой и вот меня ничем не убедишь никто не возьмет рекламу на работу из блогеров да 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 ты всегда заходишь через продукт но если ты хочешь рассказать о работе ты последний просто шапку первые последние шесть публикации рассказываешь там о своей работе чем-то и в принципе мне что нравится в этом методе работы потому что я очень ценю личное свое пространство и очень ценю пространство других людей что человек сам принимает решение написать тебе или нет спросить тебя или нет то есть блогер тебе рассказывает дает охват ты свою страницу готовишь говори что да есть возможность купить офигенный продукт очень классные духи а также есть возможность начать работать через бартер было и через бартер было и за деньги по-разному у ла разных блогеров разные условия а как ты их искала сама искала как бы их выбирала город именно или да да вручную выбирала людей причем я если мне блогер понравится мне без разницы какой это город вы должны понимать что как лидер компании essence так и блогер он никак не привязан географически вам эффект своему месту проживания если еще момент очень сейчас очень тяжело отсеять потому что блогера тоже очень накручивают я вот сейчас как я фильтру я выбираю 5 ну может быть 7 и начинаю за ними смотреть если меня цепляет я пишу если меня не цепляет какая бы она офигенная не была я никогда не напишу я не знаю почему но вот сколько я делала рекламы как бы они там не стоили всегда заходят именно так я один раз проверила думаю ну блин ну вот шикарная статистика но все шикарно ну вот и девчонка но не у меня не зашла и короче и не зашла я больше экспериментировать не стала на данный момент конечно уже реклама давно не делаю могу сказать еще момент те кто очень сильно надеется на таргет и на все остальное я человек у которого даже фейсбук не привязан к аккаунт инстаграма который ни разу не делал таргетированную рекламу ни разу вообще есть методы продвижения которые работают и не по не хуже таргета и я считаю что реклама у блогеров они гораздо эффективнее если их делать это очень много труда занимает реально очень много труда очень много времени высеять все это найти этого блогера договориться но это того стоит то есть это один из таких вот методов именно вот кто тебе большую количество большее количество подписчиков принес это вот именно реклама у блогеров да а вообще еще какие-то дополнительные ну ты с целевой аудитория ты уже вручную работала именно как бы там поминтинг лайкинг что-то такое нет просто чисто на рекламу ты делала классный контент значит раз ты вручную работала вот у тебя получается ты публиковала посты как бы ты добавляла свою жизнь ну то есть расскажи вот как должна вообще выглядеть страничка чтобы она реально продавала страничка страничка должна когда человек покупает продукт какой-то да есть люди которые идут на продукт то есть страничка должна содержать отзывы если вы только начинаете не прячьте отзывы под красивые это конечно портит визуал я не спорю но когда человек заходит и видит отзывы если вы только начинаете и эти отзывы сразу в глаз цепляет а если человек хочет понять хочет он работать или не хочет работать он должен познакомиться с вами то есть знаете как есть люди твои есть не твои и когда ты рассказываешь про себя мне что нравится вот например вот в том потоке который например на меня люди заходят знаете есть вот люди когда вот есть проблемы с командой есть люди которые друг другу но не совмещаются проблемы со это просто реально люди бывают разного разного поля когда ты рассказываешь о себе в аккаунте когда человек это ты человека не знаешь и человек когда тебе написал тебя уже знает то есть вы примерно скорее всего где-то очень похожи и ты ему очень близка понимаете как то есть человек выбирает уже тебя и и вот этих вот моментов когда я приезжала я приезжала и в красноярск девчатам когда их вообще ни разу в жизни не видела мне муж говорит алена ты куда летишь ты куда летишь кому ты летишь тебя где искать потом я летала в питер и там вот реально вот люди твои и это на самом деле я считаю что знакомить с собой аудиторию через инстаграм это очень крутая вещь в нашем бизнесе то есть приходят люди не сырые приходят а происходит именно от тех нас своих и не своих потому что сколько лидеров столько разных мнений и я думаю что я тоже кому-то не нравлюсь и он мне не напишет он напишет другому человеку который ему будет импонировать и это очень круто когда у человека есть выбор а не когда когда он подписался знаешь как на дурака и ему приходится друг другу подстраиваться гораздо круче когда этих подстроений никаких нет ну да согласна с тобой там был вопрос про от марины про рекламу подробнее вот это был допустим у тебя пост готовый чтобы человек ну как блогер его репост или это была именно реклама такая рекомендация то есть блогер своими словами там говорит где он купил духи там конечно это только личный отзыв личный отзыв ты сама вообще как бы отправляла вот духи блогерам например или как бы как вы договаривались вообще вы должны понимать у нас немножко эфир в другую сторону ушел если такие вопросы сыпьется значит это более интересно чем всякие истории почему именно в декрете смотрите когда вы договариваетесь вы договариваетесь с блогером о рекламе самое классное когда человек спрашивает а что за продукт а сертификаты когда он не соглашается делать рекламу без продукта это кайф потому что человек переживает за то что он рекламирует когда вам говорят да все отлично 5 тысяч рублей бегите лесом потому что человек значит рекламирует все подряд и его это не рекомендации и люди понимают что люди блогеры на этом зарабатывают и к его рекламе относятся как ну необходимому мусору наверное вот так и на эту рекламу никто не зайдет а когда человек через себя у меня все блогера сначала получили потестили попробовали а только потом я всегда пишу блогерам если не понравится вы можете не выкладывать пост но мне еще пока никто не отказал не было такого и вот это вот я люблю честные отзывы всякие разные то есть у них у всех своя подача у людей и репосты не даже не вздумайте на репосты никогда соглашаться это никто не переходит как бы это очень маленькая вероятность отнеситесь качественно то есть когда человек реально я считаю что когда человек реально дает рекомендации он должен попробовать он не просто дает а сходи вон туда там круто блин девчата я там увидела кофточку за 200 рублей которую там видела там за полторы то есть при поднесении информации гораздо круче и она лучше работает и опять же когда человек люди видят что блогер который за которым они смотрят у которого они покупали не раз через его наводки какие-то вещи что он не обманет это тоже очень круто работает доверие к нему перекладывается на доверие на вас вот и все поэтому чем чем дотошнее вас мучает блогер тем он лучше поверьте мне так духи они сами выбирали или сами конечно у нас линейка очень широкая и никогда не возникало вопроса что же им выбрать они сами прекрасно выбирали и очень быстро так ты читаешь да да я еще раз повторяю блогеры рекламируют продукт когда вы рекламируете продукт он рекламирует продукт когда человек переходит на вашу страницу последние ваши три пост это должно быть один из них или хотя бы шесть постов и один из них в ближайшем конца грубо говоря самый один то есть человек пролистает три верхних точно и если вы там напишите я работаю это называется подготовка страницы что вы еще хотите рассказать и человек заходит читает смотрит и все да да и это срабатывает и опять же мне нравится что здесь срабатывает именно захотел написал захотел не написал только если вы будете работать с блогерами и если вы будете работать вот именно так никогда не пишите вот знаете какие вот есть вот эти посты такие пошли светлое будущее там у нас круто чешская компания напишите пост от себя работе от себя как есть чему вы здесь какие ваши успехи не хвалитесь чужими чеками чужими успехами хвалитесь своими на сколько продали сколько заработали а что купили а какие дырки закрыли финансы это гораздо круче и думать о том что еще момент очень важный хотел ответить если вы думаете о том что лидеру у которого чек 200 тысяч гораздо легче собрать аудиторию или человека как бы сказать у меня зарплата 200 тысяч он говорит ооо вот это да я за тобой пойду вы глубоко ошибаетесь у этой медали есть другая сторона заработок сетевом в 200 тысяч никто не верит и это нормально потому что люди работают за 20 за 30 тысяч и человек который заработал в сетевом 10 тысяч ему гораздо более импонирует и гораздо более к нему больше доверия чем к человеку который говорит что он зарабатывает 200 поэтому я никогда не говорю о своем заработке вообще уже и вы хвалитесь тем что есть у меня заработок дополнительный заработок 5-7 тысяч в продаж 500 рублей это чья-то зарплата за день девчата а если человек только начинает то есть хвалиться вообще пока нечем вот пиши что то есть как тогда по сути если вам хвалиться нечем если вы только начинаете то вы во первых должны как говорят то есть вы вас хвалиться нечем во первых вы пока ну когда вы подойдете к рекламе там или когда хвалиться нечем очень хорошо компенсирует ваш огонь в глазах как говорится точно то есть если вы будете с пеной у рта как я рассказывать что блин да нифига себе да вот так и вот так поверьте вам никто не откажет самое главное ваша уверенность ваша уверенность не попробовать как знаете как Саша Аксенов хороший пример давал да попробуй возьми ручку ты либо ее берешь либо не берешь а когда ты пробуешь взять ручку ты сидишь и ничего не делаешь то есть вы должны четко понимать что попробовать невозможно можно либо делать либо не делать и пойдешь ты со мной или не пойдешь ты со мной это уже твой выбор мне вот например если были моменты когда я предлагала людям и они говорили они отказывались и у меня был знаете какой запал я тебе еще покажу от чего ты отказался они меня не прибивали они меня наоборот знаете вот такая здоровая когда если кто спортсмен то знает да когда вот последние там тренировки доделаешь ты уже все нету сил ну ты думаешь блин я тебя добьюсь я добью и вот тут тоже самое я тебе еще покажу где я буду и чего я добьюсь это само ощущение ну у меня срабатывало так мне кажется это все таки от внутренности человека зависит как вы уверены как вы уверены в компании как вы уверены в продукте как вы уверены в себе могу сказать что 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 мериться на нас понимаете еще момент кто пришел сейчас все таки прошло два года и я помню рассказы ходили как у итальянцев просто вот вот такие глаза были когда мы закрывали такие квалификации за год Италия идет к этому два три года к двадцати восьми процентам это нормальный срок понимаете это мы просто нам ну да мы попали в струю нам нам легко но думать о том что стартовать но самое главное девчат вы должны понимать что старт это это не все это не потолок еще надо все это дело удержать развивать мы работаем с вами сейчас в одной колее а вы когда стартуете вы должны понимать вы просто перестаньте себя мерить на наши сроки вы себя мерите по эффективности ну по эффективности своих действий и не ставьте сроки вот маленькие Ага 28 процентов у него он идет там мужчины да в основном он идет к ним года два с половиной три но это такая стабильнейшая сеть это такая стабильнейшая сеть потребления кто-то продавец это нереальный монолит и когда есть люди которые вот минус есть в том быстром взлете когда вы быстро взлетаете очень больно падать очень больно и этот быстрый взлет когда идет новый продукт когда его в принципе не сильно не надо работать с командой понимаете там все само работает а потом ты понимаешь что надо работать а не умеешь а ты не знаешь что с этим делать и у тебя все рассыпается в твоих руках это очень тяжело а времени учиться нету а когда вы растете постепенно шаг за шагом шаг за шагом развиваясь со своими людьми вы растете ваши люди растут и вы растете сильным и подкованным лидером который вытащит из любой ситуации поэтому в долгом росте в небыстром росте поверьте есть большие плюсы стабильности у вас есть время взрослеть и привыкать к этим деньгам в команде к работе ну это вот чисто от меня вам чтобы не думали я тоже хочу быстро не надо быстро этому еще очень много надо ума дать да у всех свой темп как бы не нужно бояться что ты медленно растешь главное делать продолжать и не сдаваться там был по моему вопрос про какие бесплатные методы ты использовала ну вот если брать все таки инстаграм или и вообще ну бесплатные методы я я использовала только подписку то есть я сама подписываю людей еще ну у тебя уже очень хорошо был оформлен профиль вот и вот должны все понимать что даже давая рекламу у вас прямо должна быть четко страница вот как ты говоришь первые там шесть постов они должны по крайней мере быть вот с нужной информацией потому что некоторые думают что они сейчас заплатят блогер и он решит все их проблемы да и как бы и типа все придут сразу когда вы платите блогеру тут есть очень большая тут нагрузка на вас обеих лежит 50-50 он может о вас рассказать он может офигенно подать информацию но если человек перейдет на вашу страницу а там тухляк я извиняюсь я говорю как есть там неинтересно там некачественные фотографии там человек я извиняюсь меня без обид девчат но говорю как есть там человек зовет стотысячные зарплаты и сфотографируясь на фоне диван дека да такого не бывает понимаете это не работает люди тоже не дурахи и если нет возможности качественной фотографии то есть попросите друзей попросите знакомых выйдите на улицу если дома не позволяет ваш ну ремонт ремонт делан наживной выйдите на улицу сделайте классное фото и выложите его без фильтров без кошечек без цветочков ну да я думаю что поняли все о чем речь а давай вернемся к декрету все-таки все-таки преимущество декрета вот преимущество декрета мои первое почему в декрете для меня что меня зацепило первое у вас все равно больше свободного времени чем у людей работающих второй момент хоть вы можете погреть в домашних делах вы можете крутиться как белка в колесе но если вы разгоните свои обязанности и вот просто пропишите знаете сделайте такой тайм-менеджмент вы поймете что масса свободного времени вот реально масса если сравнить работающего человека и не работающего мы все в принципе делаем одно и то же по дому но в разное количество времени укладываемся понимаете ну вот сейчас я скажу я в рост в рост и я дома вообще все я все делаю но думаю я же когда работала я тоже все это дело успевала у меня не так у меня что-то подвисло о все так да 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 все нормально звонок мне звонок пошел разгоните сделайте то есть у вас много свободного времени вы поймете что его много когда вы просто поставите себе задачи распишите это возможно это работа второй момент у вас мозг в дефиците информации вы обратите внимание во всяком случае у меня так было когда я сидела дома я смотрела я лазила по интернету я искала какие-то крутые вещички для детей чтобы это было что-то такое я занимала свой мозг какими-то делами то есть мне было мало информации входящей просто переключите свой мозг на поиск другой информации и все поставьте свое время на другой у вас мозг то есть знаете как когда человек работает почему люди которые работают очень редко ну интенсивно работают редко заходят в бизнес не потому что им не надо денег да потому что они по уши в своих заботах и по уши в своей работе у вас такого нету у вас мозг свободен и он даже хочет информации дайте ему информации самое главное вы должны понимать что во первую если вы будете на самом деле его напитывать он у вас будет просто вот как мышцы болят когда вы долго не тренировались так и голова у вас будет просто трещать вот у меня я помню этот вот момент у меня голова просто гудела месяца два наверное пока привыкают а потом вы поймете кайф Когда вы понимаете что вы думаете быстрее чем другие ов 10 раз вот этот вот момент поймаете когда вы поймете что вы соображаете быстрее и о страшные Ну, этот момент тоже есть, и хотите, не хотите, я просто хочу вам донести, что это работает. Мозг прокачивается, да? Мозг прокачивается, на самом деле. Второй момент. Я прямо написала, сейчас самое главное, самое интересное, наверное, вам никто никогда не скажет. В декрете, скорее всего, вы мало употребляете алкоголя. Правильно? А вы знаете, что, не, ну, на самом деле, там, особенно кормящие мамы, то есть, кто люди сидят. А вы знали, что нейронные связи маленькие, тоненькие, новенькие, которые только-только образуются, для их стабильности нам нужно 30 дней без алкоголя. Почему кто заходит на тренинги, у них нет алкоголя 30 дней? Да потому что, когда вы только-только начинаете, вот эти нейронные связи маленькие, как только вы употребляете алкоголь, они от алкоголя рушатся. Понимаете? А вам даже запрета такого не надо. У вас, блин, такой, такой, этот, у вас за плечами безалкогольный период, и впереди у вас, то есть, вы, по идее, если вы скачаете свой мозг, вы должны понимать, что вы, у вас преимущества, на самом деле. Кто мало пьет алкоголя, тот реально быстрее привыкает к определенному ритму жизни, быстрее всасывает информацию, ее усваивает. Это тоже нормально. Начинает по-другому мыслить, тоже нормально, это тоже происходит быстрее. Дальше момент. Вы, самое главное, что у меня сыграло, девчат, у каждого декрета есть свои сроки. Он когда-либо заканчивается. И в принципе, в принципе, вот как я и сделала, у вас такие же сроки, поставьте себе определенные цели, какие у вас были, там, зарплата ваша до конца декрета, и у вас есть срок до конца декрета. То есть, как цель, ну, то есть, это произошло у меня нативно, я вам рассказываю, как это работает. Когда мечта становится целью, когда вы ее облачаете в оболочку. Что такое оболочка? Оболочка – это ее ценность материальная в плане денег, количественная ценность. Не просто я хочу зарабатывать, а на что я хочу зарабатывать, что я куплю, сколько это стоит, сколько я хочу зарабатывать, прям конкретно. А второй момент, который облачают ее дальше, это сроки. У цели должен быть дедлайн. Она не должна быть пространственная, чтобы у меня когда-нибудь получится, когда-нибудь не получится. У вас декрет когда-то заканчивается, и время заканчивания декрета – это ваш дедлайн, ваше принятие решения. Работать вам дальше, выходить на работу, либо вы обеспечите себя своей зарплатой к тому сроку. Понимаете? Вот, и это тем людям, которые еще не умеют ставить цели, такие конкретные для себя, вот эта принудительная цель, вот эта принудительная оболочка, да, грубо говоря, вам просто надо сформировать вторую половинку оболочки. То есть вам надо сформировать тот доход, который вы хотите получать. А если вы хотите получать много, я вам советую разбить вот эти вот градации. То есть, например, мне выходить через год в декрет, да, я хочу там получать 100 тысяч, вот я хочу через 4 месяца получать 20, через 8 месяцев получать 60, а через 12 я хочу получить 100. Вы должны делать эти цели достижимыми, потому что даже ваше сознание сейчас посмотрит, нифига себе, 100 тысяч, да никогда в жизни такого не будет. И когда вы себе скажете такое в голове, у вас на самом деле этого никогда не будет. Вы должны поверить, что это для вас все возможно. Когда вы на самом деле в это поверите, у вас все это будет, поверьте мне. То есть, когда говорят, если вы хотите хорошую машину, пойдите в салон, посидите, почувствуйте запах, да, представьте себе. Вот и так, представьте, представьте все, как вот Саша Аксенов еще говорит, точка неадекватности. Когда вы идете предлагать бизнес, не думайте, что вы новичок. Ну, это, говорю, конечно, тяжело, но это возможно, и когда вы поймете, что это работает, это на самом деле работает. Представьте себе, что у вас уже в кармане 50-тысячная зарплата, у вас уже команда, которая работает, у вас есть опыт. И вы заходите вот именно с такого самопонимания, и разговор вообще пойдет по-другому. То есть, вы должны поверить, что вы уже успешны. Чтобы стать успешным, вы должны внутри уже быть успешны. Не важно, вы в начале или в конце, в середине пути, без разницы. Еще, если вы скажете мне, что говорить легко, да, возможно, сказать намного проще, чем сделать. Не поленитесь, отмотайте мою страницу назад. Никаких там вообще ничего я не изменяла с самого начала. Вы можете посмотреть мои посты, и вы можете, я этот пост сейчас могу выставить, и он будет актуален. Мои мысли даже как новичка. Мне нечем было хвалиться, но я там совсем с пеной рта рассказывала, то есть вы можете посмотреть. Класс. Ну, то есть, вы можете спокойно все это отмотать. Я как раз для этого примера никогда ее не изменяла страница. Чтобы люди могли посмотреть, что с каким ты запалом зайдешь, с таким ты и пойдешь. Есть люди, которые мотивируются извне. Это тоже есть момент, но вы должны понимать, что вы должны научиться работать на самомотивации. То есть, вы должны придумать, что вас цепляет. Я говорю, если вот сегодня в сториз был, если вам не хватает каких-то там виртуальных целей, зайдите на Wildberries, посмотрите, какие там скидки. На мои хотелки, там надо 30, наверное, только на мою семью. Вот меня очень сильно смотивировало. Я думаю, блин, надо, я что-то подрасслабилась, надо опять начинать продавать. То есть, я уехала к маме, к маме, и что-то забыла про эту тему. Я понимаю, что это живые деньги, и почему нет, они мне лишние деньги будут. Точно. Вот. Поэтому декрет – это ваша колыбелька. Вот по факту декретное время – это колыбелька для начала бизнеса. Вы ничем не рискуете. У вас есть время. У вас есть возможности. У вас реально было бы желание. У вас все есть. Было бы желание. Вы не стоите перед выбором, да, куда потратить время на работу, на семью или на бизнес, да. У вас время, которое съедает работа с 9 до 6 в среднем, да, у вас оно свободное. Это вот ваша колыбелька, по факту колыбелька, потому что у вас нету многих «но» для вашего развития. И вы должны понимать, что это время упускать нельзя. Мне очень нравится, что на самом деле, что декрет, он имеет срок, имеет свойство кончаться. Поэтому, хочешь, не хочешь, вам надо будет выставлять сроки своим целям. И хочешь, не хочешь, вы ограничены. И думать о том, что я попробую, а вот у меня получится или не получится. Девчата, если вы с такой мыслью зайдете, у вас ничего не получится. Чтобы получилось, надо заходить в мысль, блин, да у меня все получится, да посмотри на них, а что я хуже, да я по-любому пропру, да у меня год впереди, да я там такого сделаю. Тогда у вас получится. А если вы заходите, ну я попробую, ну я предложу, ну я вот так, я вот так, то есть, сами понимаете. Вы должны понимать, что никому ничего с неба не свалилось. Вообще никому ничего. И вы должны четко понимать, зачем вы пришли в бизнес. Я очень часто слышу там, сетевой не для меня, там у меня не получается или еще что-то. Я говорю, а что вы сделали, чтобы собрать команду? Вот я духи продаю. Я говорю, я понимаю, что вы духи продаете, а дальше что? Что вы сделали, чтобы собрать команду? Ну что ты сделала? Вот в моем понимании духи продавать, я могу сказать, что я никогда первые 4 месяца, сколько у меня было продаж, а у меня продажи доходили по 500 баллов личных было. Я ни копейки не вложила в бизнес, но я ни копейки оттуда и не взяла. То есть все, что я зарабатывала, я все вкладывала в рекламу, в развитие и так далее. А если вы пошли продали, у всех есть теплый круг, которые вам верят, вы прошли продали, купили себе мороженку, сушу, съели их и сидите дальше, ждете чудо, такого не бывает. В бизнес, который вы хотите, чтобы он развивался, надо вкладывать. Из своего кармана не надо. Сделайте так, чтобы вы продали, и вот те деньги, почему мне еще мотив был побольше продать? Потому что я могу взять рекламу подороже. Угу, угу, классно. Потому что если бы вы не были в бизнесе... Так, звук. Почему? Да. А, все нормально, пропало сначала. Так. У тебя звук почему-то сейчас вот с опозданием, что ли, спрерывается. Да. Напишите в чате плюсики. Ну, сейчас вроде нормально уже. Так, там спрашивали про запись эфира. Да, запись будет, девочки, будет на YouTube запись. А, вот Света, кстати, пишет, что она попробовала недавно твой метод. Это, как ты в сторис рассказывала про аромат, и уже плюс один заказ. Очень круто. Как ты именно, вот, ну, описание, да, вот этого. Когда я говорю, то есть вы должны понимать, что когда я рассказываю про ароматы, по большому счету, мне, да, мне очень важно продавать. Я очень люблю, на самом деле, своих клиентов. Мне очень нравится продавать, потому что это эмоции. Если вы продаете с запалом, это очень крутой вот энергообмен. На самом деле, видеть вот эти удивленные глаза и все остальное. Но сейчас я продаю, вот, показываю все это больше для примера. Понимаете? Чтобы вы понимали. Я понимаю, что хочется что-то свое, но если есть уже велосипед, который едет, не изобретайте, не теряйте на это время. Делайте, как работает. Изобретайте, вы найдите, ищите свой изюм, ищите свою индивидуальность в каком-то другом ключе. У вас уже одной головной болью меньше. Ага. И самое главное, еще что хочу сказать. Когда вы начинаете, все начинают делать, как могут. То есть, сторис записывать, как могут. Это нормально. Очень тяжело соответствовать сразу тому, никогда человек не запишет сторис так, как человек, который пишет это два года. Да? Записывайте, как можете. Пишите посты, расписывайтесь. Пишите сами. Пока вы не начнете писать посты сами, пока вы не начнете все из себя выжимать, поверьте, я писала посты по четыре часа, их как рожаешь, вот реально по-другому не скажешь. Такая же самая, то же самое у меня было. Но потом это будет у вас намного легче. Есть понятие расписаться. Есть понятие научить. А если вы так и будете тырить у кого-то посты, ничего, к сожалению, не произойдет. Да? Вы будете показывать себе человеку, будете знакомиться со своим личным брендом человека. А получается, вы, ну, грубо говоря, воровали чужие мысли, и человек на вас приходит, на этот бренд, а его нету. Человек вы совсем другой. Это, кстати, вот будет, вот ваша работа вот эта вот вся, она впустую даже, если человек придет. И второй самый важный момент, вы должны видеть прогресс. То есть, вот у меня как получается, я так и делаю, и вот, и я так и буду делать. Вы должны развиваться. Вы должны понимать, что я записываю stories лучше там, чем месяц назад. Я пишу посты лучше, чем месяц назад. Я себе могу позволить блогера дороже, чем месяц назад. Вы должны чувствовать маленький, но прогресс. Это не, это обязательно. Когда вы будете стартоптаться, да, я записываю stories, и вот я какая молодец, я записываю с фильтрами кошечек, собачек и всего остального уже полтора года, но что-то не работает. И я думаю, что, ну, ну, я говорю, девчата, я думаю, я без обид, может быть, себя кто-то узнает. Я понимаю, что, когда вы начинаете писать stories, маски, я своим девчатам показывала, я также пряталась за масками. Но эти маски, они играют обратный эффект. Вы не знакомите людей с собой. Вообще, эти маски, они как вас скрывают психологически, дают вам какой-то комфорт, так и от людей они вас скрывают. Ну, вот и все. То есть, не надо думать, что я вот прилеплю себе вот сюда цветочек, оседать себе там кошечку или воночки, и я буду вообще просто зашибись. Человек хочет видеть живого человека. Ну да, нос тут уши. У вас, наверное, эфир немножко по-другому идет. Нет, нормально. Я говорю, как есть. Я вижу, я рассказываю, как есть. Делайте аккаунт живым, теплым, настоящим, полным отзывов, полной вашей уверенности. Не забывайте про статистику. То есть, обязательно, если вы работаете, напираете на Инстаграм, как на рабочий инструмент, то есть, грубо говоря, лопата, да, есть лопата. И лопатой принято копать, нажимая ногой, держась рукой за черенок, да. А если вы этой лопатой будете, знаете, вот просто вот так брать и стучать, вы вырвете яму? Нет. Так и у Инстаграма. Есть определенный метод работы с ним. То есть, и думать о том, что я выложила пост один раз, вышла в сторис один раз, и что-то у меня заказов нет. Ну, дальше, знаете, дальше стучите плашмя лопатой по этому горбику. Может, на самом деле, выдолбится когда-нибудь ямочка от вашего посылки. А кто-то возьмет лопату правильно и начнет копать, и вырвет себе офигенный бриллиант. Ну, то есть, Инстаграмом надо, вы хотите, вы не хотите, но у него есть свои правила, и надо работать по этим правилам. Если вы пользуетесь инструментом, надо работать по инструкции работы с этим инструментом, внося свои изюминки. И не надо ничего бояться. Не надо ничего бояться. Как мне вот это последнее видео мое, вот если кто-то заходил, скажет, я говорю, ну, никак не соответствует матери троих детей. Я понимаю, никак не соответствует там какой-то, знаете, ну, не знаю, как сказать, серьезный бизнес-фумен или еще что-то. Девчата, серьезность, она нужна. Она нужна в работе с командой, в решении проблем, в решении стратегии, да. Ну, в жизни на самом деле у людей столько этой серьезности, что, поверьте мне, я считаю, что лишний раз улыбнуться, ну, блин, ты смеялся, я сама смеялась. Я такая радостная была. Просто, поверьте, я как начала снимать, Аксиня мне говорит, дочка говорит, мам, надо снять в ТикТоке. Я говорю, ну, давай снимем. И я такая сняла, думаю, господи, какой у меня живот-то, правда, плотный, что за три недели? Это неподдельная радость, понимаете? И это, ну, почему не поделиться? То есть не надо писать какие-то заумные фразы, заумные. Выдавайте, учитесь выдавать искренние эмоции. И, поверьте, люди потянутся. Не будьте занудами. Не будьте занудами, даже не то, что занудами, будьте настоящими. А то, знаешь, как общаешься с человеком. Сторис запишем. Давай. Ну, говорю, как есть. Тяжело переключаться, тяжело. Но все через это проходили, через эту ломку все проходили. Дело навыка, дело времени, не более. Все возможно. Было бы желание. Ты очень классная, живая. Я не знаю, у тебя реально такая энергетика, вот такого человека живого. Конечно, хочется. И вот нужно брать пример вот именно с тебя вот этой вот эмоциональностью живой. Не нужно там… Ты не хочешь казаться какой-то там, ну, знаешь, искусственно надуманным что-то. Ты вот такая, какая ты есть. Это очень здорово. Это цепляет прям. Поэтому ты, конечно, наша вдохновитель, реально. Очень приятно тебя смотреть, вот как ты это все делаешь. Поэтому, девочки, у вас вообще в руках эта возможность реально осуществить свою мечту. Скажи, пожалуйста, вот у нас совсем мало времени, осталось буквально несколько минуток. Дай напутствие вот девчонкам, которые сомневаются, которые сомневаются вот браться, не браться. Ну, то есть все равно как бы есть такие какие-то страхи, наверное, свои? Напутствие, девчат, какое напутствие? Вы знаете, что было до Эссен. Да, до вашего знакомства вы знаете свою жизнь. Но вы никак не представляете, что вас ждет после. Ни один человек, который заходит в компанию, не знает своего будущего. Поэтому могу сказать, что здесь, если вы потрудитесь, вы настолько кардинально можете изменить свою жизнь. Вот ее наполнить красками, ее наполнить эмоциями, ее наполнить друзьями, кайфовыми людьми, которые, к сожалению, в жизни не так часто встречаются. Ваша жизнь, даже ради себя, не ради там закрытия кредита или ради чего-то, постарайтесь ради себя. Жизнь одна, один раз бывает 30 лет, один бывает раз 25 лет. Постарайтесь, выделите себе два года своей жизни для того, чтобы последующие 10 лет были не монохромными, а как радуга разноцветными и полными событий. Это на самом деле очень важно. На самом деле очень важно, когда вы знаете, что дальше будет только лучше. И все зависит от вас. Ну, наверное, вот так у меня получилось. Спасибо, Виктор. Спасибо. Очень вообще полезный эфир, мне кажется, для девчонок. И у нас сегодня была информация, и не те, кто в декрете. И твоя история реально. Мы немножко вообще не туда ушли. Много надавала, то есть реально опыт вот этот вот. Спасибо тебе большое. Челлендж будем запускать? Ой, я не знаю. Ладно. Девчонки, спасибо, кто был на эфире. Вот уже пошли благодарности. Все. Спасибо большое, спасибо. Алена, я тебя очень радовала видеть. И слышать, вообще вот так вот пообщаться, это очень здорово. Ты классная. Спасибо тебе большое вообще за всё, за твою энергетику и за твой опыт, которым ты делишься с нами. Самое главное, девчонки, прогресс, прогрессируйте, заставляйте себя расти, 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 меняйтесь. Меняйтесь внешне, меняйтесь внутренне, меняйте свой инстаграм, прогрессируйте. Это самое важное. Никто за вас новое что-то делать не будет. Вы должны это делать сами. И тогда у вас будет рост. Обязательно будет. Самое главное не бегать по кругу, а по шеста ступенькам, но подниматься наверх. Согласна, присоединяюсь. Спасибо большое. Так, ну что у нас там? Ну всё, последняя минута пошла. Я сохраню эфир обязательно. Очень-очень тебя благодарю. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Пока-пока. Спасибо. Пока.